Иногда счастье догоняет, иногда мы убегаем от него, служим ему. Но, понимаете, перейти в это состояние жизни очень и очень трудно, потому что жаба душит. У нас есть одна штучка внутри жаба, она говорит, а он тебя ведь никогда не полюбит этот козел, ради которого ты живешь. Чего ты ради него стараешься, дура? Жаба, ее надо придушить. Так жаба, она что говорит? Что все плохие, я хорошее, мне надо служить. Человек должен усилием воли, с помощью знания, понимания вещей истинного, понимания вещей, должен настроиться на тех, кто не служит себе, кто забыл про себя, и они перенимают это состояние. Веды говорят, самое большое и ценное, что в этом мире есть, самое лучшее, что в этом мире есть, это вкус к счастью. И те люди, которые это понимают, они достигают во всем немедленного успеха. Вот смотрите, некоторые люди думают, что своими силами можно всего добиться. Это глупцы. Они упахиваются на работе, пытаются все своими силами достичь. Вот смотрите, теперь люди более разумного склада. Ты захотел быть директором завода? Что нужно сделать? Служить директору завода. Ты служишь директору завода, перенимаешь вкус его жизни, вкус счастья, который он имеет. И в результате два процесса запускаются. Первый процесс, ты перенимаешь его качество директорский, и второй процесс запускается, он начинает тебя любить. Когда ты служишь кому-то, то этот человек начинает тебя естественным образом любить, становится тебе благодарным. И он в какой-то момент тебя приглашает и говорит, слушай, Петрович, такой классный, будь мастером у себя там на работе. Он говорит, только Василий Иванович ради вас. Я так вот не достоин. Я считаю, что я капли даже не стою того, что вы как бы представляете. Но если вы хотите, я могу быть мастером. И Василий Петрович так счастлив, что у него есть такой подчиненный. Он смотрит, у него все получается, потому что от того, от Василия Петровича к этому подчиненному перетекает вкус к счастью. Вот эта вот сила всегда в результате служения и веры происходит. Вот, допустим, смотрите, Петру Первому верил Меньшиков, да? Он стал Большиковым потом, да? Стал адмиралом армии, представляете, босяк какой-то вообще уникальный. Ну, кто такой босяк? Образования нет, воспитания никакого нет. Кто там? То есть ничего нет вообще в жизни. Ну, человек ноль, ничего нет. Нет, смотрите, просто общение с царем, результат. Человек стал высочайшего разума, способный управлять армией целой. Еще как управлять. Видите, это означает что? Что есть определенный способ перенимать счастье, да? Ты общаешься, допустим, с генералом, становишься генералом. Как общаешься? Служишь ему. Есть быстрый способ, как, вот я вам сейчас сказал, что больше ничего не надо. Как разбогатеть? Пожалуйста, верьте в человека, верьте в человека, который богатый. Служите ему, верьте. Вы переймете его силу и станете таким же. Все? Вопросы есть какие-то в лекции? Вопросов нет. Лекция закончена. Видите, у вас есть внутри вопрос. А нафига мне это надо, да? Ну, как бы некоторые думают, о, классно, давай проверим. Хорошо, значит, вы свое уже на лекции получили. И это хорошо. Если вы действительно можете честно и с верой служить богатому человеку, вы перемете его качество и станете богатым. И сразу подумается, и что, я таким же свиньей стану, как он? Это уже другой вопрос. Вопрос, кому служить, значит. Есть, значит, вопрос этот, кому служить. Это факт, что надо как бы старших уважать, чтобы перенимать от них качество. Но вот смотрите, есть три уровня теперь отношений. Давайте их разберем. Первый уровень называется уважение. Когда человек уважает других людей, он перенимает от них самое лучшее, но таким, как они, не становится. Интересный момент. Поэтому всегда надо уважать, чего мы не знаем, кстати, в нашей стране. Всегда надо уважать старших по возрасту, потому что у них есть опыт жизни, есть что давать. И старших по положению в обществе. Почему? Потому что они имеют больше силы, чем мы. Сила – это тоже благочестие, это тоже то, что человек может дать. И смотрите, человек, когда уважает всех этих категорий людей, он становится лучше, перенимает от них кое-что. Но при этом плохое не перенимает. Идем дальше. Почтение. Более глубокие отношения. Видите, больше веры вкладывается в эти отношения. Больше веры. Почтение к кому надо оказывать? Веды говорят, только к тому человеку, который может стать для тебя примером во всем. Во всем. Нет изъянов у такого человека. Настоящий учитель может стать. Почтение означает, что ты как бы отдаешь ему свой восторг внутренний. Ты его считаешь идеалом для себя. У нас есть желание же идеал, да? Иметь идеалы. Вот, допустим, дети вешают там, допустим, Анну Аллу Пугачеву, там, на это. Или этого Шварценеггера, там, идеал. Как бы кто, как воспринимает идеал со своей платформы, как будто тот идеал становится. Ведь у нас есть эта идея, что должен быть какой-то идеал, да? Запах тополиный и сиреневый, над Москвою майскою поплыл. Все на свете дети любят Ленина, потому что Ленин их любил. И это хорошо, иметь идеал. Хотя бы так, потому что тогда жизнь была лучше, потому что был идеал у людей. Сейчас, смотрите, идеал поменялся. Был, смотрите, идеалом кто? Человек, который стремился к светлому будущему, как мог. И это хорошо, да? Лучше, чем сейчас. Смотрите, какой идеал у нас. Идеал понизился, да? Это ковбой с сигаретой, который уже умер от рака легких. На плакатах Мальборо, да? Идеал там. Дальше. Вообще непонятно, какие-то сейчас появляются идеалы, какие-то толстые дядьки, которые в мультфильмах там танцуют. Или этот, вообще терминаторы какие-то пошли. Вот. Да? Страшные какие-то идеалы пошли. Так? Потому что люди не понимают, что идеалом для себя выбирать. Идеал все равно нужен. По-любому. Так? Властелин колец там. Или еще какая-нибудь фигня. Идеал. Нужен. Когда человек создает идеал, он начинает похожим на него становиться. Если властелин колец, значит такая же прическа там. И понеслась. Потому что ты воспринимаешь это все очень поверхностно. Если властелин колец тупой, значит ты тоже таким же тупым станешь и будешь так же себя вести. Для тебя вот внешняя форма, допустим, Шварценеггер, это мышцы. Я тебе говорил, что я тебя отпущу. Говорил, отпускаю. Полетел. Сила есть, ума не надо. Видите, мы этой теме очень мало значения придаем. Идеал. Изначально. Мы не верим, что есть святость. По факту. Почему? Если бы мы верили, другие идеалы бы были. Смотрите, мы кого угодно в идеалы сейчас все выбрали. Аллу Пугачеву там, еще кого-нибудь. Результат-то какой? Люди же верят. Верить-то означает так же живут. Я разок в Риге ехал, на мосту было написано, Цой жив. Понятно, что он душа, поэтому он жив. Но проблема заключается в том, что ты с ним связан и перенимаешь его качество. Конечно, есть что перенимать. Там есть много хорошего. Перемен требуют наше сердце. Это все хорошо. Но есть же более высокие идеалы. Зачем ты предался тому, кто не достоин предания? Уважай его, пожалуйста. Предание, то есть почтение, это уже более высокая вещь. Надо изучать, кого можно почитать, кого нет. Иначе ты переймешь у этого человека внутреннее качество. Спасибо.